Привет, я это мистер Арманиус, давненько меня здесь не было, и раз у меня появилось совсем немного свободного времени, я решил поделиться с вами интересными открытиями в Sims 3. Также в этом ролике я расскажу, наверное, об одном из самых лучших открытий, которые я сделал для себя за последнее время. Надеюсь, что оно и вам понравится. И давайте начнём! Первое открытие. Мы обратно возвращаемся в наши любимые райские острова и самый лагучий город Исла Парадиса. Чтобы разобраться в одной небольшой проблеме, я заметил, что когда мои Симы погружаются под воду и на них неожиданно нападает голодная акула, то такая схватка в большинстве случаев не приводит к смерти. Сим либо побеждает акулу и гордо выбивает её зубик, либо выплывает весь побитый и покусанный. А если я хочу, чтобы акула всё-таки съела моего Сима заживо, как этого добиться? От чего зависит данный вид смерти? Проведя несколько экспериментов, я выяснил, что Сим умирает от схватки с акулой только в том случае, если им будет критически не хватать кислорода, то есть когда активен мудлет, не хватает воздуха на 1 час. Я считаю, что это довольно реалистично, ведь при нехватке кислорода Симы теряют выносливость и силы и просто уже не в состоянии сражаться с акулой. Кто любит дополнение Sims 3 все возрасты? Я думаю, оно является одним из самых любимых дополнений для фанатов игры, ведь это DLC добавляет реализма в семейную жизнь ваших Симов. Но, к сожалению, не все функции и возможности могут быть удостоены нашего внимания, ведь по какой-то причине попросту ломаются и не работают после обновлений. Знали ли вы, что после свадьбы друзья ваших новоспечённых супругов отправляют вам свадебные подарки? И, к счастью, с этим проблем нет. Но есть одно маленькое но. Разрабами задумывалось, что в знак благодарности ваш Сим может отправить благодарственные письма, что улучшат и укрепят отношения с друзьями. Увы, это действие на данный момент отсутствует в игре, но благодаря одному моду вы можете вернуть его обратно. И, наконец, вы сможете сказать спасибо какому-нибудь ноунейму, который подарил вам на свадьбу фонтан за 100 тысяч симолеонов. Следующий малоизвестный факт о нашей базовой игре. Мы часто говорим о разных дополнениях, но мало затрагиваем основную игру. Когда мы долгое время играем за своего любимого персонажа, то неизбежно привязываемся к нему и не хотим его потерять по глупой случайности. А в игре много опасностей, которые поджидают ваших симов. Я советую всем купить шахматный столик. Мало ли, может быть, однажды с помощью него вы сможете спасти жизнь своего любимого человечка. Другой член семьи, друг или вторая половинка могут сыграть в шахматы на жизнь персонажа. И, имея хороший навык логики, есть шанс победить смерть в этой ожесточенной схватке. И вернуть Сима из того света в целости и сохранности. А теперь то самое открытие, о котором я говорил в начале ролика. Вы не представляете, как я рад поделиться с вами этой находкой. И надеюсь, что она окажется для вас полезной. Я из тех людей, кто обожает играть за оккультных персонажей в линейке Sims. И, безусловно, дополнение Sims 3 сверхъестественное является одним из моих любимых DLC. Ни для кого не секрет, что именно с этим дополнением к нам пришли оборотни. Я очень люблю за них играть, так как они классно сделаны и полезны во время игры. Но есть одна большая проблема. Когда Симы принимают облик волка, то абсолютно все получают один из заготовленных образов. И эти образы никак не связаны с реальной внешностью персонажа. Не учитывается даже цвет волос. И ваш Сим-блондин в облике волка будет брюнетом. Что не так страшно, ведь это легко исправить. А вот черты лица уже не исправишь. Мне всегда хотелось создать оборотня, опираясь на его реальную внешность. И уже надоели шаблонные лица. Если тебя это тоже расстраивало, то у меня есть отличное решение проблемы. Я нашел мод, который сбрасывает внешность в облике волка как первоначальный. Что дает вам возможность создать своего уникального вервольфа. В описании будут все нужные вам ссылки. Возвращаемся снова к базовой игре. И это открытие касается потустороннего мира. Знал ли ты, что когда умирает художник, то картины, которые он нарисовал, со временем начинают расти в сцене? Рисование может стать отличным вкладом в будущее твоих симов. Но это еще не все. В Sims 3 можно играть за призраков, а это уже по сути мертвые симы. Я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Самый лучший заработок для привидения, это конечно же рисование. Например, картина моего полтергейста выросла в сцене аж в 10 раз на следующий день. Теперь вы знаете, что делать с духом своей прапрапрабабушки. Я очень рад спустя столько времени вновь записать ролик на свой любимый канал. Жаль, что я больше не могу им полноценно заниматься, как раньше. Если вам интересны мои видосы, то вы всегда можете поддержать мой канал донатом. Ссылка будет в описании. С вами был Армунька, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok